Добрый вечер! Прежде чем мы перейдем уже к неофициальному общению, у нас есть такой еще финальный для вас презентация, после этого то, о чем мы говорили, будет возможно дать вопросы, получить на них ответы, ну а дальше же отправимся, так сказать, в зону свободного общения и послушаем красивую музыку, угостимся вкуснейшим ужином. А пока, дорогие друзья, Денис Волошко, менеджер платформы «Дайзен», уже на сцене, мы готовы выводить итоги, и спрошу вас, аплодисменты должны вам вначале, чтобы как-то можно сказать. Да, всем уже заботиться и уже все вместе приедем. Хорошего вам самого слова. Приветствую всех! Остались самые стойкие участники. Я рад, что у нас состоялась наконец первая конференция для разработчиков «Дайзен». Это для нас первый шаг на большом пути, и хотелось бы рассказать, что мы в компании Samsung делаем для поддержки разработчиков. У нас, помимо того, что девайсы можно было прийти и потрогать, но по качеству еще не купить, у нас есть специальное облачное решение. Называется RTL. RTL – это ремонт тест-лаб. По сути, девайсы разные, не только «Дайзен», «Андроид», еще «Умные часы» находятся в облаке, и к ним есть доступ у разработчиков через специальное решение, которое, по сути, стримит интерфейс. И можно свои приложения разрабатывать и проверять, как работают. Мы открыли этот ремонт тест-лаб теперь и в России. У нас более низкий пинг, чем с решением, например, в Корее. Ниже владелькость и более мягко, плавно работает программа. Что еще хотелось бы рассказать. Мы в нашем офисе Samsung делаем некие перспективные решения для «Тайзена», делаем специальные SDK для «Тайзена», микро-SDK, которые мы планируем портировать на большое количество платформ. Не только стандартные Windows, Linux и Mac OS, будет также уже есть поддержка со стороны Chrome, у кого есть Chromebook, и могут программировать прямо на них решение для «Тайзена». Будет поддержка программирования на «Андроиде» решения для «Тайзена». То есть можно будет с планшеткой, сидя в самолете, грубо говоря, делать решение для часиков, которые у вас на руке висят. По-моему, это очень круто. Кроме того, сейчас у нас специальная команда в России есть, которая занимается ответами на ваши вопросы. Если у вас есть любые технические вопросы по «Тайзену», специально опущенные люди на них вам ответят достаточно быстро. Нужно задавать вопросы на форуме на сайте «Тайзен.орг». Мы постоянно мониторим, и могу сказать, что сейчас конкретно по вопросам по «Тайзену» это решение гораздо лучше, чем всеми любимым стэк-оверфлоу, потому что knowledge base пока что на стэк-оверфлоу не перебралась. Поэтому задавайте свои вопросы, пожалуйста, на английском, для того, чтобы программисты из Индии, например, могли увидеть ответы, и таким образом этот knowledge base наполнялся бы. Также для VIP-партнеров у нас есть возможность ответить на вопросы по e-mail, то есть прямая связь с нашими разработчиками. Как правило, это такие большие компании, которые делают уже серьезные продукты для нас. Если у вас есть супер-решение, которое здорово продвигается на других платформах, пожалуйста, приходите к нам, мы покажем, расскажем и портируем ваше приложение на платформе «Тайзен». Такой опыт у нас есть. Пока девайсы недоступны, что мы делаем для того, чтобы разработчики могли взять и конкретно для них разрабатывать, потому что облако имеет свои ограничения, мы эти девайсы распространяем на наших мероприятиях для разработчиков. Приходите на наши девелапы и хакатоны. Ближайший хакатон будет завтра и послезавтра, эти будут два дня в Digital October. Там мы непосредственно, бесплатно и навсегда раздаем устройства для разработчиков. Это специальные инженерные устройства. И, имея на руках эти устройства, у вас есть конкурентные преимущества, потому что мало у кого по всем мире они пока что вообще есть. За прошлый год и начало этого мы уже больше 300 устройств таким образом раздали. И мы считаем, что это серьезный вклад в развитие системы, в поддержку разработчиков. Всего мы провели около 25 мероприятий по «Тайзен». И на этом не намерены останавливаться. Специально для поддержки разработчиков компания Samsung организует конкурсы с призами, которые идут не день-два, как на хакатоне, а идут несколько месяцев. Например, в мае стартовал конкурс «Герам Челлендж». Вы делаете решение для часиков, участвуете в этом конкурсе, и 200 победителей получают по 2000 долларов по завершению первого этапа. Хочу сказать, что этот этап завершается 17 июля совсем скоро. Но если вы и постараетесь, то можно успеть сделать предложение, попасть во второй этап, где между 40 приложениями разыгрывается уже 850 долларов оставшиеся. Внизу есть ссылочка, пожалуйста, участвуйте, пожалуйста, приходите к нам завтра на мероприятие. На мероприятие мы принесем с собой эти умные часики, покажем и расскажем, как для них программируют. SDK можно скачать на сайте девелопер Tizen.org, но у нас есть даже кое-что получше для российских разработчиков. Дело в том, что сейчас у нас стартовал локальный конкурс, который называется Tizen App Challenge. И там призовой фонд не миллион долларов, но 7 миллионов рублей. Зайдите на сайт Tizen App Challenge.ru, прочитайте внимательные условия. Он заканчивается в октябре, поэтому у вас есть время, можете взять ноутбук в отпуск и по затвору надо попытаться сделать что-то хорошее для платформы Tizen и заработать при этом еще призы. Для того, чтобы поддержать этот конкурс помимо призов, нам штаб-квартира дает секретный SDK с пузырьками. В чем отличие от стандартного? Туда попали те фичи, которые пока что не в стандартном SDK, такая как connectivity между Gear 2 и Tizen устройством, такая как более лучшая поддержка HTML5. Прочитайте, пожалуйста, описание. Вы можете уже использовать эти волшебные пузырики, потому что у вас они будут, а у тех ребят, которые, например, в США скачают стандартный SDK, у них такого нету, и вы, как бы, таким образом смотрите на пару месяцев в будущее. В наше время, когда очень важно решение предоставить на рынок быстро, то есть Time to Market это уже критическая такая штука, мне кажется, очень здорово, когда российские разработчики имеют такую возможность. Ну, вот здесь вот написана просто ссылка, прямая TizenApp Challenge Row Resources, и там есть все, то есть образы для всех платформ, документация, примеры. Пожалуйста, скачивайте, участвуйте. Что еще произошло хорошего? Буквально на прошлой неделе вышел первый релиз Tizen TV SDK, вот, и если вы уже разработали решение какое-то для смартфона Tizen, либо для VR2, тоже на Tizen, вы можете попробовать, как это решение работает на Tizen TV, поскольку используется тот же механизм, тот же упаковщик, тот же HTML5. Вот, если вы хорошо сделали HTML5-верстку и растягивается у вас интерфейс, возможно, у вас приложение заработает из коробки, и таким образом, ваше решение на старте продаж Tizen TV уже будет работать, и вы сможете попасть на новый рынок. Также буквально совсем недавняя новость, что вышел релиз, первый релиз AVI, это Tizen для автомобилей, поддерживает Linux Foundation и продвигает это как стандартное решение. Есть большое количество игроков, которые входят в новую группу, так называемые Automotive Great Linux. Это большие игроки, это Nissan, Toyota, Hyundai, Zhigua и так далее. Кроме того, большие IT-компании, такие как Samsung, неком виде Texas Instruments и так далее. Полностью open source, можно скачать, модифицировать немножко и сделать решение, например, для вас. Очень актуально. Хотелось бы поблагодарить наших партнеров. Я хочу сказать, что наших партнеров уже много, больше сотни, наверное, и на слайд они, естественно, не влезут. Поэтому извините, кто не попал. Мы вам все очень-очень благодарны. Вы нам помогаете строить новую эко-систему, это очень круто. Всем спасибо, не буду вас больше задерживать. И дальше у нас идет специальная часть, которая восстановит силы. Вот наши ссылки, e-mail для разработчиков группы ВКонтакте. Хаббл на Хаббре, очень популярен, уже 30 тысяч подписчиков. И сайт, который мы потихонечку будем строить, russupdev.ru, посвященный не только Тайзену, а всему степу технологии. Спасибо. Спасибо большое за ваши желания. Спасибо.